добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы я елена беляева и наш очередной брифинг посвященный техническому анализу нашего рынка хочу обратить ваше внимание что сегодня последний брифинг в этом году мы встретимся с вами в 12 января 2015 года с понедельника все возобновится то есть там уже будет о чем поговорить а сейчас собственно уже сложно придумать что вам сказать в течение брифинга последние дни уже мало активности на рынке и собственно сложно найти тему для обсуждения давайте перейдем на графике посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в общем то тоже ничего нового на мы сегодня с вами здесь не увидим индекс ммвб так и в нерешительности мучается около уровня 1400 то есть сегодня подрастает немножко индекс и подрастает чуть больше процента но собственно скорее всего вот до конца года здесь какой-то диапазон 1400 1450 будет движение продолжаться и уже в близи текущих уровнях скорее всего индекс идет на выходные то есть нет причин для движения сегодня должно было состояться встреча в минске она была отложена и по сути дела сейчас у рынка нет никаких оснований для движений возможно будут какие-то подвижки на цене на нефть возможно будут какие-то известия с украиной все-таки в минске соберутся участники и обсудят текущую ситуацию но скорее всего уже у большинства участников рынка интерес к происходящему на рынке пропал то есть уже занимаются какими-то предновогодними хлопотами отдыхать кто-то едет может быть вот поэтому собственно все что состоялось на рынке она уже состоялась в следующем году посмотрим ситуация будет зависеть в первую очередь от ключевым образом от ситуации на валютном рынке будет ли рубль стабилен в принципе вполне возможно что где-то январь февраль может быть более менее стабильная ситуация и сохранится скорее всего в сторону ослабления рубля но по крайней мере не так страшно как это было вот в последнее время вот а к марту месяцу ситуация в общем то скорее всего ухудшится чем улучшится поэтому пока каких-то оснований затагиваться акциями набирать портфель и акций и ждать какого-то счастья на рынке пока таких оснований нет поэтому на рынке следует быть очень избирательным сейчас и основные идеи сейчас это дивидендные бумаги и в общем-то тем компании которые ориентированы все-таки на экспорт потому как скорее всего еще одной волны ослабления рубля или по крайней мере попытки сходить еще к тем минимум которые были я думаю что не избежать вот поэтому пока такое на такие настроения и возможно если ситуация будет более-менее стабильно если удастся избежать каких-то сильных проблем связанных в первую очередь с украиной с вооруженным конфликтом возможно вот уже к лету будут пользоваться спросом опять-таки дивидендные бумаги и в общем дивидендная тема сейчас на рынке основная вот да спасибо вам за поздравления с новым годом вас тоже с новым годом с наступающим будем надеяться что следующий год все-таки оправдает наши ожидания не будет таким так скажем трудным и хотя бы к концу года следующего ситуация станет более стабильной будем надеяться и так значит по индексу мвб мы разобрались давайте посмотрим какие-то несколько интересных акций в тб 7 копеек вчера мы видели констатировали пока стоит в тб около 7 копеек на самом деле пока нет так скажем причин двигаться выше но все зависит от новостного фона то есть а в тб двигался выше именно на новостях о докапитализации и эту докапитализацию планируется провести до конца года когда будут известные по факту новости о том что это произошло тех масштабах которые там суммах и так далее тогда может быть еще какой-то какая-то новостная новостная реакция на эту ситуацию будет но пока все около 7 копеек остановилась и это такой сильный уровень сопротивления его достаточно сложно будет пробить без какой-то дополнительным дополнительной позитивной информации вот поэтому здесь я думаю что есть смысл зафиксироваться закрыть позиции вы ждать если будет дальше движение если будут пробиваться 7 копеек тогда уже только участвовать в газпроме пока ничего нового красивого интересного боковое движение смотрим наблюдаем ждем пока не участвуем вообще сейчас нефтяной сектор не не в моде так скажем есть другие варианты гмк норникель ушел к 8000 рубля рублей вернулся обратно после закрытия реестра здесь и скорее всего в районе восьми тысячи уйдет на новый год пока это мне кажется не те уровни где можно пока рассматривать варианты покупок мне кажется еще в следующем году будут варианты движения на более низкий уровень может быть 7 с половиной тысяч мне кажется может быть лукойл сегодня закрывается реестр под дивиденды на у лукойла здесь две последних недели достаточно интересное волатильное движение были в широком диапазоне вот но пока здесь тоже нет каких-то идей для открытия позиции из я думаю что тоже имеет смысл пока в эти движения не вмешиваться порос нефти тоже ничего нового интересного боковик без каких-то интересных вариантов по сбербанку тоже просто вправо ситуация в принципе в сбербанке может тоже позитивно начать развиваться если будут докапитализировать и сбербанк тоже в принципе так такой вот такая возможность тоже есть поэтому здесь могут быть позитивное движение но видимо это уже будет следующем году поэтому пока тоже не участвуем значит из интересного в интересной бумагой как всегда у нас остается по традиции это сургут нефтегаз прив здесь уровни не такие уж страшные 30 рублей сейчас по сути дела это по крайней мере в внутри долгосрочного диапазона вот то есть был уровень 25 конечно это был достаточно привлекательный уровень покупок но сейчас уже поздно об этом говорить сейчас уровень 30 но тоже на самом деле не факт что нужно кидаться покупать потому что вполне возможно что в следующем году может быть будет еще один заход в ближе к минимуму 25 на не факт что 25 но может быть хотя бы 27 будет но скорее всего уже вот след начале следующего года можно присматриваться к этой бумаге потому что если все будет развиваться по плану если в май в марте месяце опять будет новая волна ослабления рубля то сургут нефтегаз очень сильно зависимая бумага именно динамики рубль доллар поэтому здесь может быть спрос снова появится в этой бумаге и также не забываем про дивиденды они одни из лучших на рынке но по крайней мере из ликвидных бумаг да поэтому эту бумагу рассматриваем в любом случае можно также рассмотреть вариант фосагра вот она немножко снизилась по крайней мере не 2000 сейчас стоит от 1500 хотелось бы конечно 1400 чтобы она снизилась но пока вот 1500 будет если в следующем году 1400 можно рассматривать и по 1400 мне кажется что бумага вполне достойная чтобы ее включать портфель компания экспертно ориентированная дивиденды кое-какие платят не очень большие правда поэтому с точки зрения дивидендов более интересен окрон но пока там достаточно высокие уровни их если будет снижение какая-то коррекция более менее вменяемая тогда можно будет здесь поучаствовать здесь тоже полторы тысячи вот желательно бы хотелось по этой бумаге получить но пока дороговато поэтому пока нет вот поэтому что может быть еще о следующем году то есть по сути дела скорее всего не очень хорошая динамика рынка будет в начале года скорее всего будем настраиваться на может быть даже работу шорт поэтому пока вот какие-то портфель и забивать акциями я думаю что смысла не имеют давайте подождем уже нового года и тогда будем смотреть и изучать ситуацию уже с точки зрения той информации которая к тому моменту будет давайте взглянем на рубль доллар тут скорее всего можно сказать что укрепление рубля вот на данный момент завершилась и рубль достиг тех целей коррекции которые здесь были возможны скорее всего до конца года будет боковик то есть большого диапазона движения не будет будут происходить какие-то флуктуации в таком боковом коридоре но со следующего года скорее всего будут уровни повыше текущих поэтому есть такое ожидание что в начале в геннваре следующего года будет на будут более высокие уровни здесь дальше что еще нефть давайте взглянем тут ничего пока нового интересного но по сути дела здесь фьючерсы на московской бирже ориентируются на мировые рынки а вчера бирже не работали в америки сегодня будут работать но попозже поэтому пока здесь реакции нет в принципе вполне возможно что нефть пойдет на более высокие уровни в ближайшие дни и из-за событий в ливии вот поэтому есть такое такое ожидание ну пока нефть ходит вокруг уровня 60 то чуть ниже 60 и то чуть выше но это совсем не те уровни которые могут вдохновить наш рынок нам нужно хотя бы 80 поэтому мне кажется такие уровни на нефть следующем году вполне возможное но я думаю что какое-то движение позитивное на нефти оно может начаться только со следующего года вот поэтому скорее всего до конца года такая же невнятная динамика продолжится здесь скорее всего никаких позитивных сигналов со стороны нефти мы не получим ну и по фьючерсу на индекс ртс а здесь пока продолжается такая непонятная динамика то есть больше она похожа на разворот и на заход в снижение но пока вот пока вот такого как сказать сигнала входа в короткие позиции пока здесь нет то есть пока на вот третий раз было тестирование уровня сопротивления и пока не произошло здесь какого-то разворота пока больше такая боковая динамика вчера и сегодня связанная я думаю что с тем что на рынке активность низкая из-за праздников америки в европе вот поэтому здесь развитие ситуации будет зависит от того как с каким настроением америка сегодня вечером выйдет из после праздников и на следующей неделе тоже будет уже будут отыгрываться какие-то новости поэтому здесь мне кажется что более вероятно на следующей неделе некоторое снижение фьючерса на индекс ртс но для входа в позиции есть смысл дождаться более четких сигналов поэтому лучше пока не спешить дождаться понедельника и посмотреть что будет по факту вот собственно и вся такая ситуация так вот артур пишет что скажите что нибудь ободряющее доброе ну в общем то я всегда готова и всегда стремлюсь сказать что нибудь ободряющее и доброе но просто вот рынок в этом году такой что не всегда дает нам такую возможность и та такая ситуация которая складывается сейчас и в стране в экономике и на тоже она не очень простая и неординарная и в этой ситуации очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий потому как оно зависит не от каких-то там объективных факторов а в общем то часто от каких-то субъективных решений и которых мы не знаем и знать не можем поэтому единственное что нам остается делать это плыть по течению куда рынок туда и мы вот поэтому главное сейчас это сохранять разумный взгляд на вещи не придумывать себе то чего нет на самом деле и не надеяться на чудо в текущей ситуации скорее всего чудес ждать не приходится будем рассчитывать на то что то ситуация все-таки будет постепенно разворачиваться в позитивном направлении но всем желаю терпения в этом процессе потому как скорее всего быстро это не произойдет поэтому всем желаю чудесных праздников отдохнуть пообщаться с семьей с друзьями получить заряд бодрости хорошего настроения который обязательно нам пригодится в следующем году и желаю всем нам оптимизма и так скажем веры в хорошее будущее и считаю что это будущее в любом случае наступит рано или поздно всем спасибо за внимание спасибо всем что были с нами в течение этого года и ждем новых встреч в следующем году следующий наш брифинг 12 января в обычное время всех снова